История, которая вызвала повышенный интерес из-за своей необычности, хотя такие ситуации случаются. Владельцы приусадебных участков Молодещинского района жалуются на внезапные и жестокие нападения хищников на кур, уток и гусей. На одном подворье за ночь гибнет больше десятка домашних птиц. Ночных разбойников удалось заснять. Ими оказались крупные и агрессивные норки. Эти же звери вступили в стычку с человеком и укусили одного из местных жителей. Вопрос, дикие ли эти животные, или все же у куньих есть хозяин, который недосмотрел. В ситуации разбирался Илья Цветков. Говорят, курей по осени считают, а у нас вышло все наоборот. Вот даже еда посыпанная, а есть некому. Ночь, когда все случилось, хозяйка агроусадьбы Анастасия Чернявская вспоминать не хочет. Тогда все домашние проснулись от криков и шума в птичьих вольерах. Вместе с мужем Анастасия выбежала во двор. Стало понятно, там орудовал какой-то хищник. После того, как здесь разобрались с этими птицами, мы зашли сюда. И здесь лишали везде трупы птиц перегрыженных. В основном все мертвые. Одна сидела вот там наверху. Рябенькая живая. В результате зверь загрыз 16 кур экзотических пород. Лишь одного питомца успели перенести в другой вольер. Не удалось спасти и любимца гостей усадьбы, звезду тиктока Гуся Мартина. Из видео понятно. В агроусадьбу наведались норки. Агрессивные зверьки уничтожили всю живность, которая была в курятнике и скрылись под покровом ночи. Она кидалась реально. Не было у нас выхода даже ее ловить, куда-то садить в какую-то клетку. Даже мы не рассматривали такой вариант. Было страшно. Хозяева усадьбы уверены. Норки сбежали за фермой, которая находится рядом, в поселке Сосновый Бор. Местные жители подтверждают. Зверьки точно не пришли из леса. Они не боятся людей, яркого света и шума. Имеют насыщенный благородный окрас. Если бы нам уже корычневый по лесу ходит, там или темный, я знаю, что дикая норка. Так у меня же и сын старший охотника, он же знает, какие они цвета. Не, не, ни за что. Тем более она же идет к человеку. Ты ее видишь, вот она, вот такое ее подсмокаешь, она выходит к тебе. О подобных вылазках норок жители соседних деревень говорят на протяжении нескольких месяцев. От зубов норки даже пострадала пожилая женщина. Мать находилась на территории здесь, на территории участка. Ну я слышу, что она там что-то там мечется, кричит, ой, меня что-то укусило. Через день он опять ко мне пришел. Ну я видела, черная, блескучая, это именно норка. Ну и делали бабушке прививки. Мы потом неоднократно. Больше всего хозяева фермы боятся наступления настоящих морозов. Ведь прожорливые хищники, которые, по их мнению, выращены в неволе, скорее всего не перенесут суровой зимы и вернутся, чтобы быть поближе к человеческому жилищу. Получить комментарий руководства предприятия, к которому относится звероферма, нам не удалось. В головном ведомстве Белковсоюзе сообщили. Обращение граждан взято на контроль. После детального изучения ситуации и дополнительной проверки о результатах сообщат. За оценкой случаев агрессивного промысла норок мы обратились в природоохрану Молодечнинского района. Судя по видео и фото, а также по особенностям поведения животных, специалисты сделали вывод. Ну, во-первых, это более темного цвета окрас. Она крупная, видно, что ухоженная, специальное же кормление в зверохозяйстве. По словам экологов, норки могли совершить побег и легко прижиться в лесу, подрасти, привыкнуть к климату и одним из способов добычи пищи выбрать атаки на домашнюю птицу. Вместе с ними традиционно в этот период года орудуют и их дикие сородичи – куницы, хорьки и ласки. Регулярно на подворье захаживают и лисы, поэтому владельцам частных усадеб рекомендуют укрепить заборы и устранить щели в хозпостройках для максимальной безопасности. Илья Цветков и Иван Мартынович, агентство Тельновостей.